Мюнхен остается центром глобальной политики. Там сегодня основной рабочий день конференции по безопасности. Важнейшее событие – дебаты на уровне глав государства и правительств, министров иностранных дел обороны. У Дмитрия Медведева в первой половине дня встреча с представителями немецкого бизнеса, затем выступление перед участниками конференции. В своей речи, как сообщается, он затронет состояние мировой экономики и кризисной ситуации, выход из которых нужно искать сообща. Накануне в Мюнхене Дмитрий Медведев коротко пообщался в неформальной обстановке с министром иностранных дел ФРГ Франком Вальтером Штанмайером. Также состоялись переговоры с президентом Финляндии. Обсуждали проблему наплыва в Европу беженцев из Африки, из Ближнего Востока. Эту тему российский премьер затрагивал в интервью, опубликованном в преддверии открытия Мюнхенской конференции. Господин премьер-министр, мы обратили внимание на ваше интервью, в ходе которого вы говорили о беженцах, обратили внимание на незаконную миграцию и контрабанду людей. Вы не могли не заметить, что подобные явления наблюдаются и на нашей с вами границе. Я могу лишь еще раз сказать, что на мой взгляд, миграционная политика последних лет, во всяком случае, в рамках Евросоюза не может быть признана удовлетворительной. Это создает проблемы всем, в той же самой Германии, где мы находимся, в Ляндии и нам тоже. Для того, чтобы решить эту проблему, нужно постараться устранить причины, которые создали такую мощную волну миграции. Об этом мы, кстати, и будем говорить на Мюнхенской конференции. Но у нас есть наш прикладной российско-фрилляндский аспект. У нас есть возможность поискать решение в рамках нашего договора 1994 года о контрольно-пропускных пунктах. В этом году 52-я Мюнхенская конференция по безопасности посвящена самым острым темам противодействия терроризма, ситуации в Сирии, преодолению крупнейшего со времен Второй мировой войны миграционному кризису в Европе. Участников запланированы десятки встреч. Продолжение следует...